Отопительный сезон начался в Лабытнангах 26 августа, правда еще не для всех. На форуме сайта городской администрации работает специальный раздел «Молчание батарей». Благодаря сообщениям лабытнанцев там аккумулируется самая оперативная информация о проблемах и сбоях в городской системе отопления. К моменту подготовки к эфиру следующего репортажа на эту ветку форума поступило 17 обращений. Игорь Борисов подробнее. Все 16 котельных теплоэнергетиков в настоящий момент работают в штатном режиме. Так что если ваши батареи парового отопления до сих пор молчат, причина этого молчания находится вне зоны ответственности теплоэнергетика. Теплоэнергетик свою часть все сделал 100% практически. Остались некоторые шероховатости в плане где-то завоздушивание систем есть, где-то какие-то еще наладочные работы. Но в целом практически на 100% все сделано. Трассы открыты, тепло подано, циркулирует. Вопросы теперь должны быть к управляющим компаниям. Необходимо им открыть задвижку на дом для того, чтобы оно туда тепло пошло соответственно. Информацию о светке форума молчания батареи отслеживают и управление ЖКХ и транспорта. Здесь называют цифру приблизительно в два десятка домов, куда тепло еще не пришло. Хотя решение о подаче тепла в жилой фонд было принято в прошлую пятницу. Однако далеко не все управляющие организации смогли обеспечить его подачу даже на выходные. На сегодняшний день, на данную дату, по времени, мы имеем информацию, что они приступили наконец-то к этим работам. К работам по перезапуску системы отопления, развоздушиванию и остальным мерам сочного характера. Но кто им мешал это все сделать на той неделе еще? У меня есть информация, что пятидневка наступила или закончилась, как ее правильно рассматривать, с какой стороны, в пятницу. В пятницу тепло должно было подано быть на весь жилой фонд. В ту же пятницу специалисты управления совместно с представителем прокуратуры проверили работу всех котельных. На пятницу специально был объезд у нас с представителем прокуратуры по всем котельным. Составлен акт о рабочем состоянии котельных, о том, что во все контуры подано тепло. А вот довести это тепло до конкретных потребителей, то есть нас с вами, совместная задача теплоэнергетика, как ресурсоснабжающего предприятия и конкретно управляющей компанией или ТСЖ. И вот к этой части работы управляющие организации почему-то приступили с опозданием. Вести работу для того, чтобы, если эта работа в чем-то застревает, надо выяснить причины. Либо это в отношениях недостаточной, скажем так, сваженности работы со стороны теплоэнергетика, либо это причина уже в самом доме, который так или иначе подготовлен управляющей компанией. К сожалению, вот этой работы с пятницы не было. Ветка молчания батареи открыта 26 числа, в день начала отопительного сезона. Большая часть сообщений приходится как раз на выходные дни. Сегодня с утра поступило всего два, причем последняя обнадеживает. Потеплели батареи на Ленина-3. Будем следить за ситуацией. Игорь Борисов, Максим Мячин, программа «Время местное».